Без маски вход воспрещен. Теперь врачи имеют полное право не впустить пациентов без повязок в любые поликлиники и больницы города и края. Причина – вспышка ОРВИ. Специальный указ уже подписали в Департаменте здравоохранения. Данные меры приняты, чтобы избежать дальнейшего роста и распространения инфекционных заболеваний, а также ограничить контакт с уже заболевшими людьми, сообщил руководитель Департамента здравоохранения Андрей Кузьмин. Также руководители клиник могут ограничить, а то и вовсе запретить посещение больных в стационарах без согласования с администрацией учреждения. Такие жесткие меры – необходимость. Количество заболевших по сравнению с прошлой неделей выросло, причем болеют и взрослые, и дети. И хоть порог заболевших еще не превышен, ситуация может выйти из-под контроля в любой момент. В нашей поликлинике введен режимно-ограничительный режим и, точнее сказать, масочный режим, чтобы не распространялось инфекция. Больные принимаются изолированно, введена усиленно влажная уборка помещений, холов и так далее, ультрафиолетовое облучение применяем. И, естественно, проветривание, но с целью недопущения и развития эпидемии. Если в больницах спасают в основном повязки, то в местах повышенной опасности от вирусов защищаются всеми способами. В первую очередь гриппу и ОРВИ подвержены маленькие дети. Чтобы их иммунитет устоял перед болезнями, в садиках его укрепляют не только традиционным закаливанием, зарядкой и плаванием. В каждой группе у нас имеются бактерицидные лампы для обеззараживания воздуха. Они включаются утром с приходом детей и выключаются вечером. То есть весь день группа обеззараживается от бактерий. Вот, к примеру, в этой группе вот эта лампа. Такими лампами оборудованы групповые помещения, игровая комната и также спальня. Также обрабатываются столовые приборы после приема пищи сухожаром. Сейчас я вам его покажу. Я правильно понимаю, убивает инфекцию, да? Да, да. Каждая группа оборудована сухожаром. После приема пищи ложки и вилки столовые приборы моются и затем обрабатываются в сухожаре. Выставляется температура, время и сухожар, когда сделает свою работу, он выключается автоматически и вилки и ложки достаются и ставятся обязательно вниз. То есть мы можем взяться только вот за нижнюю часть, скажем, вилки. Такие меры в этом детском саду сократили число заболевших до 10%. Но в отличие от детей, взрослые далеко не всегда соблюдают элементарные меры безопасности и не верят, что от распространения вируса может спасти обычная маска. Масочный режим – это не прихоть врачей. Это незамысловатый предмет действительно может спасти от гриппа, УРВИ и других вирусных инфекций. А ведь любое заболевание, как известно, лучше предотвратить, а не лечить. Анна Бережная, Анастасия Крикун, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.